У меня такой вопрос, я разложусь с мужем, значит, вот я вас слушаю. Зачем разводить? Не надо разводиться, надо жить отдельно просто. Вот мы жили сейчас отдельно, потому что мы не подала. На разводы мы не подали, а мы жили отдельно. Ну все, значит, вы не разводитесь. Ну, дело в том, что в наши отношения сначала он придет к Богу, потом я. Ну ничего, надо молиться, просто ничего страшного. Я умолю, молюсь, и мы много хороших делаем. Вы знаете, вопрос в чем? Я сейчас стала намного счастливее, чем даже в Москве. Ну ничего страшного в этом нет. Просто меня много пугает, завтра ты останешься одна. Она не пугает, она вам говорит правду. Я, ну мне хорошо. Ну отлично. И что делать? Не надо мне замуж? Нет, надо, зачем замуж выходить? Надо просто молиться и исправить эти отношения. То есть все-таки надо вернуться к нему? Не, не надо вернуться, надо молиться и очистить отношения. Потому что если вы вернетесь к нему, у вас будет инфаркт. У вас так сердце уже больное. Вы не можете это вытерпеть. Но вам по судьбе надо сейчас исправить эти отношения. В молитве вы можете очистить эти отношения и вспомнить, что он добрый человек, просто очень ранимый. А вы очень принципиальны. И в результате влияния судьбы между вами пошла такая сильная искра, что она разрушила в вас память о том, как вы вместе жили жизнью, сколько хорошего друг друга сделали. У вас эта память сейчас рассеялась, понимаете? И вами движет только ощущение бесполезности этих отношений. Так действует судьба. Надо жить... Да, не надо терпеть, никто не заставляет. Надо жить отдельно. Судьба непреодолимая, тяжелая. Живем отдельно, молимся. Видите, когда на человека энергии любви не действуют, тогда действует страх. То есть я могу вам дополнить. Если вы его бросаете, остаетесь одна. Вы не сможете выйти замуж, потому что Бог вам этого не простил. Но к нему идти тоже сейчас не надо, потому что вы не сможете. Нужна молитва, потому что так действует ваша судьба. У вас очень тяжелый период жизни. Можно сказать, самый тяжелый период сейчас. Когда на людей наваливается тяжелый период, Бог обесточивает отношения. В результате в них начинается истерия. То есть он ведет себя очень раздражительно, вы очень жестко. Понимаете? Это становится невыносимым ни для кого. В это время, если вы не справились, живите отдельно и молитесь. Не надо думать, что он плохой человек. Просто ему сейчас тяжело и вам, а вместе еще тяжелее в два раза. Живите отдельно, молитесь. Если он подаст на развод и вас бросит, а вы будете этому сопротивляться, его ждать, то тогда Бог вам даст другого человека. Ну то есть если вы правильно себя ведете, сдаете экзамен, почему бы ему вам не дать другого человека? Он подавал на развод, я болела, и мы за руку забрали. Все, видите, как здорово. Вы побеждаете судьбу, значит. Сейчас ко мне пришла мысль падает тоже на развод. Представляете, если еще эта мысль ко мне сейчас придет, тогда вообще будет капец. Но она ко мне не может прийти, эта мысль, потому что я обладаю знанием. Я вижу вашу судьбу и знаю, что будет дальше, если вы это сделаете. Вам сначала станет легче, потом в вашей жизни появятся мужчины, которые будут к вам относиться очень поверхностно. И вы будете чувствовать одиночество в своей жизни, пока вообще не останетесь одна. Потом вы будете думать о том, что зря, наверное, вы так поступили. Но еще больше вы будете страдать от того, что этот человек, который вы хотите бросить, он не оправится об этой разлуке, но вообще потеряет себя, станет слабым и несчастным. И это для вас будет укором всю жизнь, потому что вы ему можете помочь, а кроме вас больше никто. Я вам рассказываю правду вашей жизни, вы знаете об этом сейчас. Я ничего не придумываю. Поэтому вы сделаете правильный выбор, потому что Священные Писания не зря говорят о чем-то. Они говорят для того, чтобы люди не ошибались. Они говорят, не надо разводиться, хуже будет. Живите отдельно, молитесь. Через полтора года вы опять будете вместе и будете счастливы. Потому что плохая судьба закончится в этот момент, и вы победите эту плохую судьбу. Это длительный период, он начался три года назад. И через полтора года закончится. Так вы и сдадите экзамен в своей жизни. В следующей жизни вам Бог подарит очень хорошего человека, и будете долго с ним и счастливы жить. Только если вы сделаете то, что сейчас я сказал. Будете сдавать в этой жизни свои экзамены, а не капризничать и не слушать глупых людей, которые не знают, как действует судьба. А таких очень много вокруг. И они все капают на мозги. Больше вам то, что я сказал, никто не скажет. Вам было сказано все. Теперь вы должны это запомнить и сделать так, как надо. Сейчас не надо приближаться к этому человеку. Вы разрушите отношения. Я вам рассказал на первой лекции. Сначала наполняемся энергией природы, потом очищаем отношения в сердце. Когда очистим, тогда начинаем общаться друг с другом. Все. Такая последовательность. Не будет соблюдать, будет хуже. И если вы хотите все до конца узнать, тогда знайте, что в позапрошлой жизни, будучи в мужском теле, вы совершили жестокий поступок по отношению к своему близкому человеку. И уже вторую жизнь за это расплачиваетесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!